Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами рубрика «Вне игры» и я ее ведущая Ольга Городжанова. Сегодня мы находимся в кулинарной студии «Мандарин Гурме». Прибыли мы сюда для того, чтобы получить мастер-класс уругвайской кухни от одного из наших футболистов. Наверняка вы уже догадались от кого совершенно правильно, от Маурисио Переро. Пойдемте! Здравствуйте, дорогой семейство Переро. Очень рада вас приветствовать. Ну что ж, очень надеюсь на то, что сегодня у нас будет интересный кулинарный такой поединок. Прошу. Ну что, Маури, познакомь нас со своей замечательной семьей, прежде чем приступим к приготовлению. Это моя жена Габриэла. Мы 7 лет уже с ней вместе. И наш сын Мартин. В июле исполнится 3 года. Супер! Маури, ну расскажите нам, что вы сегодня будете нам готовить, после чего мы вас облачим в специальное обмундирование и, собственно говоря, приступим к процессу. Мы приготовим вам типичное руглазкое блюдо чевито. И вот вы можете увидеть ингредиенты. Здесь мясо и овощи. Ну, папа, смотри, как папа выглядит. Маурисио, наверное, не часто, да, приходится стоять за кухонным столом или за плитой что-то готовить? Обычно, обычно Габриэла готовит, я только помогаю. Габриэла, сегодня, наверное, вы будете здесь главенствующим звеном именно то, что касается кулинарии. Да, да, я шеф сегодня. Супер! Ну что ж, приступим к приготовлению. Расскажи немножко поподробнее о той стране, откуда вы приехали, о том городе, откуда ты. Ну, вы знаете, для нас, в свою очередь, Россия — это экзотическая страна. Но, конечно, для нас тот факт, что мы находимся очень далеко, это, так скажем, очень важный факт. Мы скучаем по своей стране. Что, Любовь моя? Я хочу сюда. Что касается нашей кухни, да, углубайская, в основном она базируется на мясе, на мясных продуктах. А что касается страны, это очень маленькая страна, всего лишь 3 миллиона населения. У нас соседи бразильцы и аргентинцы, говорим на испанском. Что самое интересное, в нашей стране практически все друг друга знают. У нас очень маленькая страна, как я уже сказал, и все соседи друг у друга. И у нас даже есть такая пословица, что мы знаем друг друга. Маурисио, ну расскажи, как в этой маленькой замечательной стране появился такой футболист, как Маурисио Перейро? Ну, на самом деле, для маленькой страны, как Урагуа, у него есть достаточно много хороших футболистов. Всего лишь 3 миллиона населения и очень много футболистов. И футбол, я не могу сказать, что это у нас основной вид спорта. Это у нас единственный вид спорта, которым занимаются абсолютно все. На улицах, дети занимаются, все занимаются. Когда проезжаешь по улицам, обязательно какой-нибудь малыш выскочит с мячиком, и все останавливаются, пропускают его. Маурисио, и ты был таким мальчишкой, который бегал с мячиком? Да, да, да. Прямо около двери моего дома была улица, мы играли на ней. Машины останавливались, пропускали нас. Маурисио, ну как вот увлечение детское стало делом твоей жизни? Как вот именно ты стал профессиональным футболистом? Я начал играть в футбол в 4 года. Начиная с 6 лет я уже играл в чемпионатах, как в турнире. Детский футбол с 6 до 13 лет. С 14 лет можешь играть в молодежках тех команд, которые играют уже в премьер-лигии. Габриэла, расскажите, что сейчас происходит, что вы нарезаете и что с этим будет происходить? Сейчас я нарезаю мясо, очень тонко, это очень важно. Потом надо его посолить. Также фичингура, положим уже яйца, чтобы не ловились. Должны быть сварены крутые. Оливки, также будем нарезать помидоры и салат. И затем, после того, чтобы вы готовы, мы положим это все внутрь хлеба. Отлично. Пока процесс идет. Маурисио, вот перейдем к переезду в Россию. Как вообще это произошло? Как появился футбольный клуб Краснодар в твоей карьере? И как принял решение перейти в эту неизведанную страну? Да, это было тяжело, но 80% решения, чтобы приехать сюда, это все-таки было решение Габриэлы. Очень интересно. Тогда пускай Габриэла расскажет тот момент, когда было принято решение о переезде в Россию и в наш замечательный футбольный клуб. Потому что мне это показалось очень хорошей возможности познакомиться с той далекой страной. К тому моменту Мартину исполнилось 8 месяцев и как бы мы могли переезжать спокойно. Не страшно было Габриэлу переезжать так далеко от дома с маленьким ребенком? Да, у меня, конечно, были опасения. К тому же переживала. Я не знал ничего о России. В Ургвай я практически все знал, а здесь никого. Ну и как сейчас впечатление от России? Уже достаточно долго здесь? Уже вот малыш у вас здесь совсем большой стал за это время? Да, мне очень нравится, что здесь в России очень внимательно относятся к детям. Соседи помогают, чтобы во дворе играли дети все вместе. Мартин вместе с ними играет. Вот это мне очень нравится в России. То есть Россия вас встретила дружелюбно и, можно сказать, с распростертыми объятиями? Да, на самом деле мы совершенно другого ожидали от России. На самом деле, если говорить в двух словах, мы увидели в России гораздо лучшее, чем мы ожидали увидеть. Не только вот сама страна, но и сам город нам очень понравился. И прежде всего, конечно, поддержка самого клуба, тех людей, которые в нем работают, нам очень помогла адаптироваться. Маурисио, ну вот если можешь, вспомни то первое время, когда только переехал, только перешел в футбольный клуб Краснодар. Первые впечатления и насколько вот они сейчас изменились с того момента? Первый день, когда я приехал в Россию, был снег. И это был первый день, когда я увидел снег, потому что в Уругвайе никогда нету снега. И для меня это было новинку. Очень сильно отличался этот климат от уругвайского. И на самом деле, я считаю, что Краснодар, у Краснодара очень странная погода. Иногда льет дождь, в следующий день светит солнце, а на следующий день идет снег. Но сейчас могу сказать, что все мы вместе, как семья, уже адаптировались, привыкли к этому климату. Мартин с нами тоже привык. И единственная, наверное, сложность с языком. У нас до сих пор есть сложность говорить на русском, потому что он очень сложный и вообще не идет в сравнение с испанским языком. Маурисио, ну вот говоришь, что первый раз увидел снег. Мало того, что это было для тебя в новинку, что ты его увидел. А что же говорить тогда тренироваться в снег и играть в снег? Ведь у тебя уже был такой опыт. Это тоже для меня все было в новинку. Я уже два года здесь и абсолютно привык и нормально себя чувствую в этой погоде. Говоря про русский язык, может быть продемонстрируешь, что ты знаешь лучше всего? Я не знаю, может быть это простые слова, что вы на поле чем обращаетесь или еще какие-то? На поле я хорошо общаюсь с ребятами русскими и стараюсь каждый день от дня изучать новые слова, чтобы лучше коммуникацию проводить, лучше общаться с ребятами русскими. Габриэл, я смотрю, вы уже начали укладывать, так скажем, ингредиенты в бутерброд. Да, сейчас мы жарим мясо, немножечко добавили туда масло и не забыли посолить его, конечно. Маурисио, ну может быть ты все-таки попробуешь и скажешь какую-нибудь фразу по-русски, чтобы показать, как ты справляешься с русским языком? Да, сегодня погода нормальная. Я думаю, завтра чуть-чуть плех. Маурисио, расскажи о нынешнем чемпионате. Ты уже в Краснодаре и в России не первый год. Расскажи, каково это быть частичкой того, что Краснодар становится все сильнее? Да, это очень важный прогресс для клуба. Мы чувствуем себя как одной большой семьей, у нас есть все для того, чтобы работать. И я думаю, что с годами мы будем все крепче и крепче, потому что у нас очень хорошая команда игроков. Вот эти последние игры, которые у нас остались, мы сможем продемонстрировать, что это не просто случайность, что мы поднялись на такие позиции в турнирной таблице. Это не просто случайность, а это работа нашей команды. Габриэла, вижу вас постоянно на трибунах стадиона, постоянно болеете вместе с малышом. Расскажите, каково это быть с женой футболиста? Чем помогаете мужу, не знаю, готовиться к играм и чувствовать себя уверенным? Да, мы стараемся, конечно же, помогать ему, поддерживаемому вместе с Мартином. Стараемся посещать все его матчи, конечно, это ему дает очень большую поддержку. В основном, конечно, когда погода не позволяет, мы с Мартином сидим дома и смотрим по телевизору все матчи. Но как только становится чуть теплее, мы обязательно выходим на улицу и посещаем матчи. Маурисио и Габриэла, к вам к обоим вопрос. А Мартин-то будет футболистом? Он как-то интересуется? Уже начинает делать первые шаги? Я надеюсь, что нет, но что покажет будущее, никто не знает. Маурисио, вот ты не первый, кто, если папа футболист, говорит, что сын, надеюсь, не будет футболистом. Почему? Я не знаю, почему так. Когда закончится моя карьера футболиста, я хотел бы вернуться в Рогуай и заниматься ребенком. И я знаю, как тяжело, допустим, игроку, который приехал в новую страну, я не хочу, чтобы мой сын проходил через это. Я не хочу, чтобы мой ребенок уехал в чужую страну и пробыл там много-много времени вдали от меня. Не секрет, что у вас там такая настоящая банда. Ари, Жуазиньо, Вандерсон, Рикардо Лаборде. Чем занимаетесь вообще в свободное время? Наверняка у вас какая-то общая компания. Как вы отдыхаетесь от напряженных тренировок, от игр? Да, да. Мы собираемся с ребятами по крайней мере один раз в неделю. Также, конечно же, день рождения. Все проводим вместе. Общаемся. Да, конечно же, мы собираемся все вместе. Почему? Потому что нас сближает общая культура. И Вандерсон, и Ари, и Рикардо Лаборде. И проводим вместе это время. Маура, а то, что вот вы дружите, это вам как-то помогает на поле лучше взаимодействовать или нет разницы дружба вне поля или на поле? Да, помогает. Но также я могу сказать и с ребятами, которые говорят на русском языке, мы прекрасно долго понимаем. И практически все мы, американцы, играем впереди поля, в атаке. И также мы понимаем друг друга, потому что у нас примерно одинаковый стиль игры. Поэтому, да, нам немножко легче. Маурисио, удается ли следить за выступлениями других команд в национальном чемпионате российском? И, может быть, какую-то команду особенно можешь выделить? Или какого-то игрока, или нескольких игроков, которые прям особенно сильно выделяются? Ну, на самом деле, я не сильно слежу за играми других команд. В основном просматриваю матчи тех команд, с которыми нам предстоит играть. Я думаю, логично сказать, что «Зенит» выделяется в нашем чемпионате, потому что он на верху турнирной таблицы. Маурисио, не так давно была игра, краснодарское дерби, очень эмоциональный матч по разным совершенно составляющим. Успел ли проникнуться этой атмосфере краснодарского дерби? Да, я вижу, что здесь, скажем так, есть желание посещать дерби, да? И я вижу, что здесь многие люди со страстью болеют. Но могу сказать, что в Уругвайе там болеют футболом, поэтому я не могу сравнить наше дерби и дерби уругвайское. Если, допустим, твоя команда в Уругвайе проигрывает, люди плачут. Да, большинство людей в Уругвайе – это часть жизни футбол, поэтому они плачут, когда их команда проигрывает. Маурисио, заметил то, что на трибунах нашего стадиона за последние годы, за то время, когда ты у нас играешь, количество болельщиков увеличилось. Как-то чувствуешь разницу? Да, абсолютно. Я вот здесь два года и вижу, что количество болельщиков увеличивается с каждым годом. Габриэл, а там что-то невероятно красивое, невероятно вкусное получается? Да, уже почти готово. Что остается сделать? После того, как мясо уже приготовлено, мы кладем овощи и сыр, и ждем немножко, чтобы сыр расплавился. Уже можно пробовать. Но перед тем, как мы попробуем, Маурисио, уругвай, матэ, чай, кому-то он известен из наших зрителей, кому-то неизвестен, расскажите, пожалуйста, с Габриэлой, что это, и, может быть, сегодня даже у нас будет шанс его попробовать. Да, у меня есть сюрприз для вас, вот он, матэ, и сейчас я могу показать вам, как мы его готовим. Габриэл, может, вы расскажете, что такое чай матэ вообще, что он для уругвайцев, что это вообще за чай, и какие-то есть специальные нюансы о том, как его готовить или пить? Но матэ на самом деле это определенная трава, понятно, что есть разные виды чая, разные виды трав для приготовления чая. На самом деле здесь нет ничего сложного, чтобы его приготовить, просто заливаем кипятком, как и обычный чай, ждем, пока он настоится, и можем пить. Вы можете видеть термос, вот в этот стаканчик мы нальем немножко холодной воды, затем бросим вот эту саму заварку траву, да, и только после этого мы будем заливать кипяток. Если сразу же зальем кипятком, эта трава может просто сгореть, и вы не почувствуете вкуса. Маурисио, я смотрю, необычная у тебя кружка, если ее можно так назвать, что там на ней написано? Это сентиментальный подарок для меня на мой день рождения от моих друзей. Я стараюсь всегда держать его рядышком, а когда я в России, я только с него и пью маты. Сейчас мы досюда, примерно досюда, наливаем кипятка и чуть-чуть добавляем холодной воды, чтобы снизить температуру. Чай маты – это какой-то такой неотъемлемый чай, неотъемлемая часть жизни уругвайца. На самом деле все пьют маты, или это… Могу сказать, что 80% населения уругвая пьют маты. То есть это свойственно как чайной церемонии на Востоке, да, так уругвая – это употребление маты. Да, можно сказать и так, но в уругвая, на самом деле, это больше, чем церемония. Мы его 4 раза в день пьем. А он полезен вообще? Какими свойствами обладает маты? Особенно для спортсмена? Ну, заварка, я, если честно, не уверен, может быть, там кофеин в ней есть, как кофе для нас. То есть оно тонизирующее, если тебе нужно проснуться и напитаться энергией, выпиваешь маты и все. Да-да, все верно. И можешь неделю работать без остановок. Маты настоящие, достаточно горькие. Очень горькие. Некоторые люди кладут туда еще сахар. Но мы называем таких людей, которые кладут туда еще сахар. И курицами, потому что они портят маты. Настоящий вкус, да. Вот скажите мне, вот подобные маты и вот это вот замечательное блюдо, это скорее просто перекусы, это может быть на обед или на завтрак. Вот если вот такое готовится дома, это вот… Да, есть магазины, которые готовят это блюдо. Ты можешь купить его и принести к себе домой. Понятно, что дома ты приготовишь вкуснее и тебе выйдет дешевле. Собираемся с друзьями, чтобы приготовить это блюдо все вместе. И некоторые любят побольше помидор, некоторые любят побольше мяса или сыра. И также ты можешь положить туда все, что захочешь. По твоему вкусу. То есть можно сделать блюдо на свой вкус? Если я люблю рыбу, я кладу рыбу. Если я люблю, там, не знаю, колбасу, я положу колбасу. Ну, на самом деле, это вот конкретно этого блюда, это все же говядина. Если хотите, уже можете пробовать. Талантливый человек, талантлив во всем. Вот такие у нас футболисты. Очень вкусно. М-М-М-М-М очень вкусно. Габриэла, Маурисио, спасибо вам огромное за то, что поделились с нами рецептом из уругвайской кухни. Опять же повторюсь, что это для нас экзотическая страна, для русских. С вами было очень интересно, вы замечательная семья, будем надеяться, что вы еще надолго останетесь с Краснодаром. Удачи вам, всего самого-самого хорошего. Спасибо. Ну что, сегодня в рубрике «Вне игры» для нас провел мастер-класс уругвайской кухни Маурисио Перейро. Мы также больше узнали об этом футболисте, о его семье, о том, как начиналась его карьера. Впрочем, думаю, все мы провели неплохой вечер. Всем спасибо, скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!